Всем привет! И сегодня я бы хотел рассказать о Mi Russia Fans Meetup 2016, который прошел 1 ноября 2016 года в Москве. Мероприятие проводилось во вторник, из-за чего, к сожалению, большинство желающих не смогли принять в нем участие. На входе гостям присваивали индивидуальный номер для участия в розыгрыше смартфона Xiaomi Mi Max и дарили футболку с фирменной символикой компании. Для гостей был организован фуршет с чаем, кофе, бутербродами и круассанами. Все было совершенно бесплатно, что очень порадовало. До начала официальной части прибыли почетные гости из Китая во главе со старшим вице-президентом компании Xiaomi господином Ван Цян. С собой они привезли новинку Xiaomi Mi Mix. Китайцев сразу же окружила толпа фанатов, чтобы задать интересующие вопросы и поглазеть на новинку. На мероприятии можно было познакомиться с устройствами Xiaomi, которые официально продаются в фирменном магазине. К сожалению, ассортимент пока ограничивается смартфонами, фитнес-трекерами, колонками и пауэрбанками. В начале седьмого началась официальная часть мероприятия. Первым на сцену поднялся ведущий вечера Константин Михайлов, диджей и ведущий радиостанции «Максимум». Вступлением стал рассказ о его первом знакомстве с продуктами Xiaomi. Затем речь пошла о самой компании, ее истории и достижениях. Так, например, мне было интересно узнать, что продукты Xiaomi производятся на тех же заводах, что и устройства Apple. В 2015 году за 24 часа компания смогла продать более 2 миллионов смартфонов и попала в Книгу рекордов Гиннеса, заработав 432 миллиона долларов. Затем на сцену был приглашен создатель сайта MIUI Russia Евгений Дроздов. Он рассказал, как с помощью ресурса они делают более удобным использование продуктов компании Xiaomi в России и странах СНГ. Вслед за Евгением на сцену был приглашен генеральный директор компании Smart Orange Антон Сферидов. Компания Smart Orange является мобильным подразделением компании RDC Group, которая в свою очередь является партнером компании Xiaomi в России и на территории бывшего СССР. Антон рассказал об открытии первого магазина Xiaomi в Москве, о своем опыте использования продуктов компании, который начался с системы «Умный дом» и в частности IP-камеры, которая позволяет из любой точки мира наблюдать за происходящим дома. Затем был показан ролик с открытия первого магазина Xiaomi в России. Наконец на сцену поднялся почетный гость вечера, старший вице-президент компании Xiaomi господин Ван Сян, который рассказал о миссии, достижениях и стремлениях компании Xiaomi, о том, как компания постоянно учится и развивается, для того, чтобы делать продукты еще более лучше и инновационнее. Затем Ван Сян предложил ответить на вопросы гостей из зала. С вопросами возникли небольшие трудности, из-за того, что девушка-переводчик не всегда могла точно перевести технические термины, поэтому периодически переводчиком выступали гости из зала, лучше подкованные в английской терминологии. Вопросы были самые разнообразные – о поддержке MIUI для сторонних андроид-устройств, продвижении программ и сервисов Xiaomi в России, улучшении русского языка в MIUI и еще множество других интересных и не очень вопросов. Поблагодарив за выступление господина Ван Сян, организаторы начали Xiaomi викторину. Правильно ответившие на вопрос гости получали ценные призы и подарки от компании. Далее на примере пауэрбанков были продемонстрированы отличия оригинальной продукции от поддельной. Так, в оригинале на задней части надписи светло-серого цвета, в подделке более темного. Внешний корпус в оригинале более глянцевый, в подделке более матовый. Также оригинал имеет большую толщину в сравнении с подделкой. По многочисленным просьбам пользователей ресурса MIUI Russia было рассказано, как проверить смартфон Xiaomi на подлинность с помощью сайта gd.mi.com и приложения Mi Verification. В самом конце мероприятия проводился розыгрыш смартфона Xiaomi Mi Max среди гостей митапа. Счастливым обладателем стал участник под номером 177. В завершении официальной части всех гостей попросили одеть брендированные футболки Xiaomi и сделать коллективную фотографию на память для Mi Russia Fans Meetup 2016. После чего господину Ван Циан пришлось еще долго фотографироваться с гостями мероприятия. Ну что же, вот так прошел Mi Russia Fans Meetup 2016 в Москве. Все было организовано на высшем уровне. Бесплатная еда, подарки, розыгрыши призов, почетные гости из Поднебесной с последними новинками от Xiaomi. Хочется надеяться, что у ребят все сложится хорошо, и они будут и дальше продвигать продукты Xiaomi в России, а в дальнейшем и в странах бывшего СССР. Ну что же, на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!